Девятнадцатая серия 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 Поэтому более-менее он хорош здесь. Очень радует то, что Клокверк идет мид. Это значит, что Год получает седьмой левел и начинается война по всей карте. Там, в любую точку хук и иди сюда. Ну, посмотрим. Так, ну что, Бракс играет на Профете, Год играет на Клокверке, 1437 играет нас на Виспе, Пайкат играет на Разоре и Мизери на Шадоу Демоне. Ну и против них Му, Соло Мид Драгонайт, Банана будет играть на Рубике, Кинг Джей на Джигернауте. Это Соло сложное. Или нет, это трипла будет, а в Соло легкой будет Хау на Медведя. Да, так оно и будет. Скорее всего. Да. Мутит что-то, мутит очень интересное. Выдумывают. Да, наверняка они сейчас в первую очередь думают, где будет Разор, потому что он может быть как и в Миде, так и в другой. Но понимают, что он... Ну вот уже нашли Разора, и ты смотри, тут какая-то интересная такая была погоня за Бананой. Это зачем они гнались, типа? Да. Сверху стоит Лондруид, который будет себя чувствовать, как Адмирал Бульдог, вот, в своих лучших играх. То есть я стою, фармлю, там, Мидас, Родианс, 15-й минуте выдашу, и хорошо. А снизу будет давление. Давление, и самое интересное, что нельзя никак убить Джигернаута, вот, чем очень хороший этот пик. Там, вот, все пять героев, ему ничего не делают. Он может бегать всю игру, где хочет, делать что хочет. Как только он на него прыгает, он юзает первую и улетает, что прям великолепно для него. И то же самое на линии. Если они пойдут, вот, на него, ему все равно, он берет и уходит. Ну, посмотрим. Да. Так, снизу, снизу сразу же будет самое большое количество экшена. Конечно же, будет у нас снизу, поэтому туда я буду пытаться чаще всего смотреть. Ну, как у Бракса пойдет против Хао, от этого довольно много зависит. Да, очень много тут. На самом деле, тут как пойдет корни еще, вот, так сказать, там, на пятом левеле, когда Друид возьмет. Вот, потому что очень высоко. 14-37 делает потрясающие пулы. Он зафармил маленький кемп и теперь фармит большой. Вот, ну, это только за счет того, что ты вырежешь все вот эти леса. Вот это очень крутые пулы, действительно. Да. То есть пул в мид, вот, вот, вот это надо действительно оттренировать очень долго. Потому что в итоге тому остаются бигзэкспы, да еще год стоит на своем, вот, на своем хайграунде. Ему теперь очень тяжело даже к крипам подходить. Снизу, правда, у Тонгфу такой легкий перевес, но... У ЛГД сейфовая линия, которую Шадоу Демон сейвит, как правило, Розора от вертушки Джиггернаута на 10,5 секунды. Ну, где-то на 2. И будут жить, вот, где-то до третьего левела. Так, и смотри, в мид, хорошо, врыв на Му-Му, без маны, год избивает его дальше, проблемы у Му-Му, и это Ферзблад. Да, ЛГД, год. Молодцы, да, мои любимцы, вперед, тащите, хлопцы. Ну, потому что они играют действительно интересно и забавно каждый новый матч. Хоть немножко непонятно, но зато это вот весело смотреть за ними, что они в этот раз придумают. Бывает. Снизу Мюзери ищет варды, уже поставил вард справа, поставил вард сверху. Ага, подумал Мюзери, осталось поставить вард снизу, но сентри кончились в этот момент. Кстати, в натуре опять тут дают инфу, что не слышно тебя в Дота ТВ, что-то опять произошло, сделает то, что ты делаешь. Да, 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 я сейчас замикрю. Замикрю. Ну, замикри, да, вот. Мы видим, что ты уже микришь. Я тем временем поставлю дефолтного аннаунсера и опять-таки забыл. Людям нравится, когда дефолтный аннаунсер почему-то, а не мой. Бастионовский, бастионовский же самый крутой. Я вообще не знаю, что это, поэтому я деревня. Игра крутая такая, есть бастион, рекомендую поиграть. Очень крутая игра. Обязательно. Интернешнл гляну. Да, посмотришь, когда там действительно супер в самолете боишь. Разор минус рубик, кстати, снизу и дальше продолжается драка. Саншенг, извините, и это еще один фраг. И даблкил пашкат, да ладно, и 4-0, и в миде год. Лол. Это очень серьезно. Сейчас даблкил делает разор снизу на ровном абсолютно месте. И в миде год просто-напросто въехал опять-таки в му, закрыл его и просто избил. Очень серьезно все. И как бы получается уже 4-0 у нас в счет. То есть начало хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Я с вами, но галочки еще нет. Момент. Сейчас будет, думаю. Должна быть. Да, есть. Все. Все отлично. В итоге, кстати, интересная ситуация получилась, что LGD Int, пикнув агрессивный лайнап, очень агрессивный лайнап, пришли на легкую, и они сами того не ожидали, чтобы к ним пришла трипла на сложную. Ну, типа, да, и получается у них вообще сейчас все камильфо, как бы, и можно тут продолжать давить. Ну, нормально. Да, и можно очень сильно харассить, потому что... Да ладно, Год, ты что творишь вообще на хосте? Год, успокойся, хватит уже. Сережка. Ну, нормально, как бы 5-0, у Года уже третий фраг, и вот сейчас просто быстренький какой-то агоним, и пошел-поехал. LGD, и вы что тут решили фаворитов Интернешнл, по моему мнению, из группы не выпустить? Я первое место дал Тонгфу, второе место LGD, и где те, и где те? Обе команды там немножко страдают, скажем так. Да, LGD в особенности. LGD в особенности, я просто читаю твиттер их менеджмент, а там вообще так, пуканы рвутся. Снизу теперь Джаггернаут боится подходит крипам. Подходит зачем-то, чтобы просто сделать тычку. Ну, от пайката подняли, но насосал уже очень много дэмджа пайкат, но он сейчас, скорее всего, умрет, прячет мизерию очень своевременно. Пайкат, пытается заныкаться, пайкат, минус пайкат, ну вот и все. Бананок, кстати, тоже должен умирать. Да, бананок убили. И Джаггернаута надо разминать, давайте дружно, ребят, дружно, ручками, ручками. Пинай его. Ну, без фуриона разобрались, разобрались-таки без фуриона. Даблкил делает тот, кому судьба, как ты там называл. Да. Кстати, они все хорошо делают, разор нападает, принимает себе весь дэмэдж, и даже если его убивают, они в ответ забирают, что очень здорово. Да, потому что два очень сильных саппорта, как бы, очень сильных два саппорта, два пятых левела, в то время как там два бомжа, как бы, рубик левел три. Да, Виз, когда атакует, он один из сильнейших дамагеров, вот, в начале игры. Главное, чтобы его не трогали. И разор с этим пачкаться-то и задача исправляется. Тем временем, Клакверк опять пошел. Ну, Год сейчас будет доминейтинг делать, прям чуйка, как бы, восьмой левел, сейчас хук просто в Хау и в соло убиваем. Хау, Хау тоже почувствовал что-то не так. Ну, вот 1200 хп Года уже не получится в соло убить. Ну, он хорошо прогонит его. Давай, Год, начинай. Не-не, Год не палится, чтобы как-то подошел Бракс сюда. Вот Бракс тоже не палится, что он здесь. Ну, все, Года неудачный ганг. Но он подождет еще. Еще есть время. Все, он понял, да, что руну инвизу лучше не палить. Возможно, в мидис можно убить. А в это время два героя Тумпу стоят в смоке и ждут, когда Клок нападет на Драгон Кнайта. Вот это да. Ну, все-таки, да. Вот это уже то, что ты называешь давить авторитетом. Вот смотри, Год на Тури нападает и его могут убить, его убьют. Ага, сейчас. Сейчас, убьют Года тут. Год каким-то чудом вообще непостижимо выживает. Как бы, да, прибежал сюда Мизери, прибежал сюда Бракса. И очень-очень крутой момент сейчас получился. Год выжил и убегает. Он спокойно поригенится, конечно же, вернется. Он улетел уже домой, сейчас вернется опять-таки на мид уже с ПТ и будет ему это повеселее. Они прям любят на толстяков нападать, потому что опять приди наверх, убей и Фуриона. У него 739 хп и ничего на сейф нету. Мы пойдем Клокверка убивать. У него фулстики 1157 хп. И он еще в ответочку нам кок зарядит там, встанчик и продамажит нас. Так веселее. Прям любой у китайцев ходить на мид. Ну, пройдите вы на 20 секунд больше наверх и сделайте все намного лучше. Потому что сверху даже вардов нет. Ну, и они там не особо нужны. Тем временем снизу Кинг-Джей терпит. Да, тут у Кинг-Джей вообще борода как бы, 16 хрипов убитых и что делать не совсем понятно. Как бы его что отсюда не отпустят, ему же не дадут здесь фармить, его дальше будут бить. Да, и этот самый Джаггернаут, который будет создавать очень хорошую связку с Драгонг Найтом и Лондруидом, подхиливая их вардовым. Видимо, на этом он и закончит свою эпопею, потому что... Нет, ну это полосложный Джаггернаут, то есть как бы и в таком виде он более-менее нормально заезжает как бы. Да. Вот, вцепились с него, но ему надо, не знаю, ультовать что ли. Ну, ультовать, да. 4 демеджа. Да, кстати. Кстати, прикольно, на туре, он же будет ультовать, потому что вообще демеджа не нанесет. Прыгает. Ну, зато попрыгает, да. Это плюс. Вернулись зачем-то саппорты вниз. А, видимо, чтобы с Джаггернаутом кого-то зарубить. Сейчас будут агрить на Джаггернаута. Разор пошел. И Пайкат далеко побежал. Был бы тут Рубик ближе, было бы веселее. Да, и все равно они отошли, хотя все было почти идеально для них. В это время год. Ставит на миде и прокатничает. Не, ну, Серёня знает, что делать. Купился Брасер, сейчас мы видим. ХП сейчас станет еще больше. Му, бедный в Драконе меньше ХП имеет даже. Да, и очень хорошо сверху стоит Бракс. Он, стоя на хардлайне против Лондруида, он уже вносит очень много. Ну, почти ровно с учетом ганга Серёга. Бежит Мизери, непонятно зачем он вообще бежит. Ясно, зачем. Это ганг с виском. Слушай, это 8-1 на 10-й минуте. Да, это ЛГД Инд. Это ЛГД Инд, это те бомжи, которых мы вчера паберами обзывали. Потому что они играли как паберы. Правильно, так и надо, чтобы они играть начинали. Год миде зажал мув Коги и... Му умирает. Год на этот раз должен умереть. Должен умереть же Год. Живет. Нет. Почти. И он задержался просто. Его, по-моему, даже Бракс застопил. Доминейтинг потерял Год, отдал, собственно, Драгонайт. Учет денежек лишних. Ну и 9-2. 10 минут игры прошло. Смотрим бабки. 3,5 тысячи, 4 тысячи голды, 4 тысячи экспы. Это овер много. Очень много это. Джиггернаут говорит спасибо тебе, Хао, за байтю. Теперь я наконец-то смогу фейзы добавить в 10-й минуте. Обращайся еще пару раз. Хоть что-то. Теперь сверху обходит. Разор и Шадоу Демо не идут в лоб. Я думаю, и сюда тпшится же будет Год, наверное, да? Да, и, скорее всего, будет цеплять через дизрап. Палят иллюзиями визочек очень хорошо. Бракс уже здесь, Год тпшится, вот он глип. Год. И сейчас будет с угла прыгать на кого-то хукшотом. 7 секунд кулдаун, еще не может. Купей. О, боже, тут просто... Так, Год закрыл Кинг-Джея. Кинг-Джей проседает. Год тоже проседает. Кинг-Джей уже умер. Забежал Медведь. Бьет Года. Пайкат побежал бить людей. Ну, где Висп? Вот он бил. Ух, как Сан Шенгу там больно-то! Клаквер, к банану! Минус банана. Сан Шенг пытается убежать. Его тоже закрыли. Лол! Что творят LGDIN? Вот, вот. Мне ж не верится. Да. Слушай, этот Интернешнл, вот он действительно... Вот такие матчи непонятные, да? То есть, то в одном матче мы смотрим, как Дигнитес переворачивает Зенитов там, да, без шансов, а в втором матче Зениты просто вперед их раздавливают там. Соломит, Тиберсоу. И в плей-оффе там уже скорее будет побеждать не тот, кто будет там лучший, да, по команду, а какие-нибудь вот эти LGDIN могут спокойно выйти в плей-офф и перевернуть кого угодно, там, тех же Альянс на раз-два. Если вот так вот же начнут активно забирать героев. Да, ну что ж, смотрим. Джиггернаут. Где там Джиггернаут? Он еще мечтает о войзах. Танг-ху решили сделать очень сильный байт на ландроиды. Ну, и убьют сейчас Мизери, да, убили Мизери, я думаю. Это на самом деле им прилично стоит будет времени. Да ладно, да ладно, да ладно! Вот это поворот называется! Вот это Мизери дал жару сейчас здесь! Ну, блин, ну тут даже не знаешь, не повезло или просто... Ну, это просто какой-то бред волной. Ну, Мизери тут улетел, конечно, на таких боделях, что ОГО-ГО. Он очень круто сделал, максимум выжил из ситуации. Ну да. Кручень придумаешь! Теперь ЛДН потихонечку отдают. Ну, это... Ну, в Тауэр тут дефить уже тяжело было бы, то есть как бы... Да, ну, зато размен отличный. И хотят на развороте, как Джей Донг. Год целится. Отойдите, все отойдите. Отойдите, ребят. Год, Год, Год. Год просто идет прямо. Медведь. На, Медведь. Ничего страшного. Все равно догоним этого Саншенга. Год. Не закрыл, закрыл 100 всех своих. Нормально. Ладно, в любом случае продолжаем смотреть за игрой. 12-2 на 13-й минуте. Просто шедевральная игра от LGD International. Я вот реально шокирован немножечко тем, как они играют. Ну и посмотрим, что будет дальше. Бум, there it goes. Хау убежал в леса после всего того, что происходит. И отправил Банана получать 6-й левел. Так как он смотрит на Банану, говорит, друг, что за дела? Ты же не Сан-Кинг. Давай, иди, 6-й левел побыстрее получай. И Банана так нормально. На фрифарме под тавером набирает. Кинг Джей уже, по-моему, минут 5 старается собрать фейсбут. Да-да-да, больше. Он 13 старается собрать фейсбут. Кстати, по-моему, собрал. Во, все. Да, лежит. Уже в курице. Все, слава тебе, господи. Ура, ура, ура. Кэрри Джаггернаут. Кэрри Джаггернаут. А Визаж думает, куда же ему пойти. А, Визаж есть в игре? Да. 4-й левел Визаж. Ну да. Это проблема, учитывая, что там 2-11-ых. Год ищет, находит Джаггернаута. Понимает, что... Ну, Джаггернаута в соло не так уже весело. Потому что кто-то там придет и так далее. И еще дальше. Верю, что кто-то еще придет наверх. Он чекнул под тавером местность. Ну, сейчас LGD надо зажимать соперника. Потому что, как бы, все, конечно, хорошо. Они набрали фрагов, они набрали денег лишних и так далее. Ну, не надо расслабляться. Потому что можно сейчас расслабиться, а там медведь моментально вынесет что-то очень прикольное. Целится год. Саншайк в миде умер. Ой, Клохвер, да ладно, да ладно, год не попал. И год сейчас умрет здесь. Не, год просто идет прямо. Ну, это просто борода. Банана умер. Здесь же Пашкат. Год закрыл Кинджей. Кинджей есть ульт, надо прыгать кинджей. Ну, это... Ой, Му. Му, застанил Года. Корни. Чего они все бьют Года? Вот объясни мне. У него же 1600 хп. Почему вы его все бьете? Чтобы убить. Самый противный. Самый противный из всех. Потому что он русский. Все ненавидят русских, да, китайцы? Надо их убивать. И наверняка его бьют, чтобы он не мог прыгать на них в будущем. А если прыгнет, то быстро умирал. И тогда будет все попроще. Потому что если Клопверк набирает преимущество там по левелу, по деньгам, по артам. Ну, там да, там будет беда немножечко. Он там соло будет убивать того же Драгон Кнайта или Визажа. Ну, кого угодно. Очень сильно будет их прессовать. Так, ну что, здесь Тауэр в миде забирают тем временем ЛГД. Абсолютно без проблем. Без сопротивления. И на топ. И на топ на Т2. Все правильно. Тут же даже Висп купил ПТ. В атаке. Так, ну что, на топе, да, собрались все ЛГД, Мека. Кстати, скоро будет Пайката. Довольно интересный какой-то билд у него. Фейзы, Драму Фендернс и Мека. Странный разор. Вот такого разора мы точно не видели. Шестой левел Визаж, кстати, взял, с чем мы его поздравляем. И тут же закончился. Как бы год влетел в него хукшотом. Ну и понятное дело, что Бракс помог. Он рисковал, оно того стоило. Ну да. Теперь можно разведывать и хоть как-то нападать. С теми же, с тем же Драйвинг Найтом. Вот и Рубиком. Ну да. Потому что пока домога у Тумфу нету вообще. Есть только Джиггернаут, который стоит и ждет свой ультимейч, чтобы кого-то наверняка убить. Ну и Медведь с Мидасом. Да, и Медведь, который с Мидасом все еще мечтает о Радиансе. О чем-то он мечтает. Нам даже дело не в Радиансе. Ну что, в Virtus.pro 9-4 ведут на второй карте Ротлснэйк. Неужели все-таки вторая победа ВП будет? Молодцы. Хорош, хороший. Снизу идет Туса. Хотя нет, они все просто решили пофармить по Таврам. Втроем так. Их не смущает, что сверху три героя пушат Тавр. Ну только что два снизу пушили. Сейчас три сверху пушат. То есть от всех-то не защититься. Да, но нужен всего лишь один, чтобы какой-нибудь толстенький Джиггернаут, которого нельзя принять с ультом Клакверка и ультом Фуриона. И побежали наверх. Оставили Му. Му такой понял, что, по-моему, вы меня кинули, ребят. И стоит, ждет. Теперь ЛГД как убивает и снизу, если Клакверк прыгает, так убивает и сверху. Поэтому на месте Баттонгфу нужно Джиггернаута в горячей точке ставить, чтобы он свою крутилку, а купал хоть как-то. Ну что, на топ. На топ переместился тем временем год. И сейчас будет врыв. Сейчас будет врыв, наверное, на Хао. У меня Хао уже понял, что что-то тут не так надо бежать. Даже Му побежал уже к Хао. Ну да, но тут придется драться, как бы, скорее всего. ЛГД соврали забирать этот Тауэр. Тут 12 тысяч, ну, 11 тысяч голды. Да, действительно, в два раза. Да. Висп уже там почти перефармливает Джиггернаута. То есть он почти близко. Так что тут надо что-то сделать. Это слишком серьезно уже, да. Ну и Брак сплит пушит снизу тем временем. Тауэр пока вся команда Тауэр на топе. Брак абсолютно без проблем заберет сейчас Тауэр здесь, потом потянется к остальным. Ну, печальная, кажется, ситуация для Тауэр. Да, посмотри, сколько вардов стоит у Тауэр в своем лесу. Они понимают, что кукла перка – это самое жесткое, что нужно обходить. Ну, что есть вообще. Да, и нужно все варды убирать на 100%. Ну, и в итоге один вард они не нашли, потому что LGDint его очень хорошо заныкали, где редко проверяют. Встают они дальше. Фурион пошел давить оставшиеся лайны, при этом стяну в Кинг-Джи на низ. И Гот целится. Ну, или просто бегает по вардам. Это очень нормально. Разор уже потихонечку билит Тауэр. Ну, Разор 1600 голды, 11-й левел скоро будет. Как бы сейчас надо просто, наверное, LGD действительно заходить на этот Тауэр, да и особо не париться. Ну, хотя птицы есть, а фу, как раз-таки этого и ждут. Ну, хотя зная LGDint, да, как они обычно заходят там, пока 25к голды не наступит, все, мы ждем. Не пойдем по сырам, три сыра. Да, можно подождать. Врывается Мизери. Вот теперь врывается Гот. На Му. Му, мы видим, запуржили. Тут застанили птиц двоих. Пошел KingJ, Бракс, закрыл Му. Тут же Разор пытается побить Му. Ну, смотри, тут фу, все живы. Это плюс. Да, они очень хорошо убежали. Пашкат все это время стоял сзади и чего-то ждал. Хотя, врывайся со своими братюнями и давай убивай. Он просто смотрел. Очень здорово. Ну и забирает, забирает. Сутки Тауэр, это уже пятый Тауэр для них. По-прежнему, на моем, у Танг-фу только один Тауэр в активе. Немного меньше. Бракс, 3600, мы видим, покупает. Утимой Тауэр будет делать Хекс. Ну и сразу вот рисует сейчас как раз-таки 1437. План, типа, ребят, пошли в мид. Пошли в мид, надо в миде снести сейчас Т2, и все будет вообще отлично. Ну что ж, Пашкат. На месте Танг-фуэр этот Тауэр лучше тоже всего отдать, потому что... И начинать сплитпушировать, как Дигнитус. Потому что пока Медведь не покупает себе свои айтемы, они играют почти как 5 на... ну, 4 на 5. Ну, LGD и Инт не пойдут. Да, опять-таки, ты, наверное, правильно сказал. Они вряд ли пойдут, честно, как играют. Даже знаю, что у них бешеное преимущество. Хотя им надо это делать, потому что там, действительно, Медведь. Там Драгонайт, там Джаггернаут, который становится сильнее и сильнее и сильнее. И как бы... А тут Локверк, если что. Ну, вообще, изначально, казавшись, я довольно странным, пик LGD и Интернешнл довольно неплохо сейчас работает. Сделал очень неплохо работает. Ну и посмотрим, что там будет дальше у них. Сладцверк есть БКБ. Да, летит БКБ. Да, Году летит БКБ. И Гем. Сейчас тут темно надоело, что их постоянно как-то видят. И решил разбить все ворды. Теперь ответ за Тунгху. Что же они будут делать на такой мув? Потому что пока они вообще вот эту линию, они ее не пересекают. И верят в Родианус Медведя. Но когда у Медведя будет Родианус, у Бракса там будет уже Хекс какой-нибудь Дейдаус или МКБ. И этот Медведь будет умирать за одни спорты. Ну да, Хекс там уже почти есть. Ну и надо что-то придумывать сейчас. Да фармить, 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 фармить. Все. Так, Рошана решила забрать команда LGD International. Мы видим Бракса пока в соло. Может быть в соло и дальше будет бить. Ну хотя было бы неплохо ему помочь. Что в соло он будет долго пилить этого товарища. Как бы забрать Рошана и с Эггисом на Клакверке, например. Нет, скорее всего не на Клакверке, а на Розоре, наверное, будет лучше всего. Ворваться по миду и будет все хорошо. Решил помочь самый сильный Висп. При этом тизерится с Варионом, что очень здорово. Три героя наводят движуху. В центре, сверху и даже снизу. И Тонгфу об этом даже ничего не подозревает. Та-да. Ну что, Аэгис... Да, у Клакверка все-таки Аэгис решили, что все-таки год на врыве будет поопаснее, чем кто-либо другой. И Реген тут ей, и Аэгис. Ну надо, наверное, попытаться что-то сделать. Когда бы им 23 кинюти зайти, было бы вообще элитно. Да, учитывая, что нюков у Тонгфу на отпуш нету вообще. Только Dragon Breath и штучка Рубика. Все остальное смотрит, как твои герои убивают Тавр. А Кверк не попал Хуком по кому-то, а я не видел, куда он куда? Он попал по своему Виспу Хуком и нормально. Перемещение просто. Да, возможно, Висп его спасал тем самым, потому что Сережа любит у нас быть врывакой-убивакой и показывать до конца гейминг в лучших исполнениях. И Тонгфу Хао копит 5300. Его Мишка даже не может выйти с базы, чтобы купить себе Sacred Relic. Его выгонит вся команда LGD. Лови его, лови. Ну да, это 300 голды. LGD нашли с чем заняться. Парион даже прилетел. Как бы много денег, больше, чем за героя дают. Да, и теперь Хао Дума, это нужен ли мне этот Sacred Relic, да, вот. А, он их развел, он развел, все, теперь есть Родианс, хорошо. Вот это было круто, да? Да, и пока Мишка бегает за этим, LGD пушит Тауэр. Так, му, пробила, Клакверк, му, ворвался. Го отключает БКБ, му просто закончился, байбэк, а есть байбэк. Птица еще летает, ну и надо перючить. Наверное, немножечко. Байбэк заставили сделать, отошли, все хорошо. Да, подождать хука БКБ и повторить во второй раз на бис. Так, Гот, статичка его застанила, у Года БКБ на кулдауне, но у него по режиме есть Aegis, поэтому он не боится ничего. Бракс мы видим снизу, сплитпушит, так, у Года проблемы, прячет его мизери. Год, и уйдет, уйдет, уйдет. Отсюда, ну, традиант есть, уже неприятно. А вот медведя бы убить, было бы приятно. И пошел, пайкат за медведем, а еще и параллельно там поймали банану, убили медведь. Покверк, Кингжея, закрывает Кингжея и Хао сам умирает, конечно, Кингжея распрыгался по нему. Но в любом случае появится сейчас опять-таки год. Банана выкупился, там абсолютно все красные, Тонг-фу. Да, и все это время Фурион дал бит вниз. Ну и толку, ну, вообще ничего не произошло, то есть как бы ЛСД. Ну вообще ничего. Ну потихонечку, да, потихонечку, но байбэки разводят. Теперь они медведя убили, знают, что скоро появится второй. И дальше в драке нужно убить только второго медведя. И спокойно заходи и добивай. Бракс как-то ударился в муш и доту. Ребят, сейчас еще два слота, я пойду на войну. А, да. Хотя хватило одного дживелина. Ну что, вот Бракс уже на топе, сейчас будет уже, наверное, все, заход, да, окончательный. Как бы там кулдауны на байбэк, у всех остальных там байбэков просто-напросто нету. Я включу, пожалуй, эту стату. Да, ни у кого нету байбэка, поэтому поехали. Флагверк, в му. А в кого же еще? Год избивает Драгонайт этого, здесь же пайкат. Проблемы там немножко у Виспа. Виспа убили. Лол, Драгонайт жив. Ну, пока убили Драгонайт, ну, потеряли, то есть Виспа и забрали кого? А, забрали одного тоже героя. Год бегает по вражеской базе, покупает ТП на вражеской базе. То есть тут же Висп, то есть тут же Бракс, трэш, короче, уже пошел. Му улетает отсюда со своей базы, то есть. Тут просветка, как бы, чтобы вы понимали, что происходит вообще. Драгонайт-то под фонтаном убили. Ну, то есть, от Таверата стоят, как бы, я намекаю на то, что молодцы, LGD Int, вы подрались под фонтаном. Комментировал я когда-то одну такую игру, когда команда под фонтаном дралась. Да. Бегал за твинхеддрагами. По всей карте. Да-да. ТП-шился. Ну, и, кстати, Тонг-фу потихонечку, но они уже хоть что-то делают. По экспе уже вернули 2000 преимущества. И сейчас, пока нет фуриона, они могут спокойно пофармить. В замесе, ну, зачем-то LGD Int прыгает на самого толстого, на Драгонкнайта. То есть, у них такая взаимная игра, такая Клакверк, кто кого первого убьет. И все силы врывают в него. И все это время Мишка наяривает со своим радиансом. По всем саппортам, там, Шаду Демоном, Виспам, он это все разрывает. На раз-два. Так, ну что, 27 минут прошло, деньги, 18 тысяч, Икспа, меньше 10. И, как бы, ну что, не будут ждать следующего Рошана или пойдут опять сейчас веселуху устроить? Ну, то есть, они устроили сейчас экшен, типа, нифиговый такой. А поняли, что не получается, такие, ладно, тогда давай потерпим, как всегда. Да, скорее всего, они сейчас будут устраивать какой-то ганг, и дальше фурион будет себе пару слотов выносить. Так как, если год он перестанет прыгать в Драгонкнайта, и немножко подождет каких-нибудь там визажев, рубиков, саппортов, что то, что потоньше, то у LGD все в разы лучше пойдет. И также им пора начинать фокусить Медведя, потому что он носит дамага больше, чем, наверное, половина команды Тонгфу вместе взятые. Ну, это понятно. Пашкат охотится на Мишку. Так подбежал плеткой по спине, дал разочек, и все. Да, в Мизери очень хорошо, что сохранился гем. То есть, есть хоть один адекватный человек, который понял, что на фонтан бежать не надо. И осталось дальше бить бараки. И вообще очень хороший... Так доту не выигрываю. Да, и вообще очень... Медведя, Медведя охотится всей командой. Давайте, спруты, фуржи его, Мизери. Хорошие, красавцы. Хорошо. Ну, 300 голды и новый. Что, опять на топе? Опять на топе ребята из LGD скучковались. Мы видим год тоже здесь. Тут Бордов по-прежнему до хрена стоит у Тонгфу. Тонгфу все видят, все знают. Ничего не могут. Ну, может, может что-то могут. О, боже. Альянс Ликвид просто 16-1. Альянс в ударе. Вот прям вот... Вот прям вот что-то... Просто в салат. Напоминает мне что-то, Альянс, да? Как вот на прошлом турнире. Видимо, история повторится, да. Потому что LGD тоже бульдозером шли. Ну да. Но потом одна команда, которая элементарно поняла, что LGD им делают... Ну, LGD. Да. Все, там... Все пошло очень просто. Ну, чтобы понять, надо было тоже проиграть им сначала за 6 минут или за сколько там. Да, ну где-то так. Нет, там, подольше было. Тем временем, вот, ДК все близится и близится к Блэкингбару. И как только он купит себе Блэкингбар, у Тонгфу игра резко сменится. Потому что будет инициатор со станом, который может идти вперед, станить кого-то, в него кидать весь фокус, всей командой, и при этом выдерживает ДПС от LGDint. Потому что сейчас у LGDint убивает только Разор, который толстенький. Ну, он так полу убивает. И Фурион, который очень тонкий. То есть каждый раз, когда медведь в него переключается и крутит, Фурион сразу падает. Почти моментально. Потому что у него, ну, ничего нет на выживаемость, по сути. Год все хочет кого-то найти и убить. Он прям вот... Прям вот медом намазан вот эту вот точку, в которую он по КД кидает ракеты, то есть... Ну, типа, да, потому что три, по-моему, раза он туда прыгал на ДК. В одну и ту же точку, да, то есть. На ДК его даже, наверное, байдет его. Или, может, он просто знает, где Му любит стоять перед файтом. Уже в Virtus.pro так и выиграли игру. Молодцы. Красавцы. Слава тебе, Господи. Два восемь. Камбэк своем потихонечку. Ну что, сейчас с альянсами еще сегодня играть дважды. О, да, будет весело. Разор вот в том стиле, в котором они играют, ему бы собрать Аканим и подходить к Таверу. И бить его ультой. Потому что пока у него ХП есть, но он... Да, они пока особо ничего не делают. Но Аканимов тут не будет собирать, он тут просто купил себе ривер как бы на ХП. И все, и они все равно стоят. И они пытаются сплитпушить. Ну, а уже 32 минуты игры прошло как бы. Да. Сплитпушить, по-моему, было бы бодрее с Аканимовым или с Монтой. И с той же Монтой он бы идеально выходил из корней Мишки, который обламывал бы ему ДПС на 3 секунды. Ну, он, в общем-то, сейчас этим и занимается. Потому что Разор Разором, да, там с плюс 300 дамага. Но если Мишка тебя дважды подряд срутит, как Адмирал Бульдог, то ты дамага почти ноль в замесе внесешь. Поэтому Монта очень желательно. Или БКБ. Тоже хорошо. Ждут Рошана. Пайкат на топе. Такие зашел на хайграунд. Абанана. Запуржился там вот. Ну и что? Ну, не хотят. Нет, не хотят. Не хотят. Не хотят ни с одной, ни с другой стороны. Так, по чуть-чуть. Враг зашел. Бьет Тавер. На топе. Блин, вот ненавижу такие игры, если честно. Ну, осталось ждать подождать Рошана. И слава богу, что есть Рошана в доте, да? Потому что иначе бы эти команды могли сидеть вечно. Да. Это вспоминая Шенес и его рассуждения о Рошане. Но на самом деле, вот благодаря Рошану все в доте и происходит. Потому что не будь этого Аегиса, не будь этих сыров и вообще его самого, люди бы могли сидеть на своей базе вечность и защищать свои ТВРА. А так Аегис взял, напал, умер, выжил. Пошел дальше убивать. Все просто. Сторожно снял. Короче, Аегис надо переделать, надо, чтобы каждых 5 минут было Аегис. Рошан, да. Чтобы он с каждым разом давал все больше голды. Да, 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 да. Чтобы он был как босс, знаешь, в World of Warcraft. Какой-нибудь ласт и его рейдом убивать в целом. Будет нормально. Бракс уже начал убивать Рошана. Он, кстати, его убивает в соло. Демиджа уже очень много, как бы. Да, настолько уже игра пошла. Что он делает? А, ну это бред вообще. Это, кстати, здорово. Он классно сделал. Да, действительно просветили. А знали, что она здесь. Заметил где-то, может, пикселем каким-то, что здесь курица. Ну и Аегис опять-таки у Года, который опять-таки бездарно его профукает, чувствую. Знаешь, пойдет разменивать Аегис, как в старые добрые времена. Да, в итоге... На БКБ от Драгонайта там, да? Да, в итоге я почти всегда где-то на фонтане заканчивал свои размены. И там же отъезжал во второй раз. Это славянская мудрость. Все, есть Black Hole, надо идти воевать, как завещал Володя. Есть Аегис, все, надо врываться и умирать срочно. Ну надо же реализовать Аегис, это же понятно. Реализовать Аегис, это же значит умереть. Да, Год целится. Вот сейчас была хорошая цель у Мишка. И потихонечку, потихонечку расшатывают. Снизу лупят пеньки, а сверху ребята готовы заходить. Все, Тараско. Ну все, 2600 хп просто. Включил ульт, пошел. БКБ купил му. Да, и первым желательно пойди, Пачкат. Покажи, что у тебя кое-что есть. Давай, давай, Пиджей, мы верим в тебя. Хорошо, Клад Верх. На ту же точку, два БКБ. Пошла драка. Закрыл своих пацанов, они не могут пройти в итоге. Все, врывается разор. Там медведь убивает всех просто бегать. Да. Так, минус Shadow Demon. Пайкат сейчас тоже умрет. Нет, сейчас умрет Висп сначала. Правда, убили медведя в конце концов, да? Да, но только медведь мертвый, да? Год потерял Аэгис. Висп чуть-чуть не умер, чуть было не умер. В любом случае, нормально отдепились-то, Танфу. Я думаю, что будет все намного хуже. Ну еще, куда не что. Ну, теперь без медведя им ловить вообще нечего. И им пора идти сплитпушить. Идти сплитпушить? Идти сплитпушить? Идти сплитпушить? Ну что делать, да? Несеранжи сделать, да? Тебя просто в миде соло этот несет. Соло Shadow Demon несет. Мизер, кстати, единственный, походу, адекватный из этой команды. Он единственный, кто бьет Товарай Барахи. О, Барахи. Наконец-то не на Драгонайта. Ты смотри, как быстро все, а? Если не на Драгонайта врываешься. Пашкат. Пашкат пошел трон бить. Ну да, 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 под фонтан. Правильно, правильно, правильно. Пашкат вспоминает ту самую госпожу из БДСМа, которая за золоткой наказывает и чувствует себя ей тоже. Вот прямо сейчас. Ой, ну что? КГВП, ЛГД, Инт выигрывают. ЛГД, Инт выигрывают, а опять-таки объясняют мне, что я не прав. Да, и кто бы знал даже, что вот так в салат прям вносят в хлам. Да, никто не знал. Да, ну что, ребят, мы сейчас с вами опять-таки, наверное, уйдем на перерыв. Я думаю, он будет коротким, этот самый перерыв. И очень скоро появится уже у нас, начнется следующая игра. Параллельно, я вам хочу сказать, что происходит. Параллельно, параллельно в Virtus.pro еще не выиграли, кстати. У них же уже там возле трона дрались. Ага, возле трона дрались. 24-18 счета, и они сейчас на Рошане в пятером умерли. Тоже знаешь. Ну, год он один играет за ЛГД, а за ВП там пять русских. Да, они в натуре сейчас пошли и все умерли. Еще и Рошана забрали. А не, Аегис украл такие. Крэйзи. Тут какой-то такой трэш происходит. Смотри, какой толстый. Смотри, как его долго убивают. Как они вообще умудряются драки проигрывать, иметь такого танка? Я не знаю. Я сейчас смотрю ту игру, и я что-то вообще не понимаю, что происходит. О, боже. Там Кэрри на X. Ой, короче, эти Virtus.pro это просто забей. Они любят интригу вести. Как говорят многие на продоте, они не палят страты до плей-оффа. Понимаешь? До плей-оффа все страты. Конечно, конечно. Все страты до плей-оффа. Это же самое главное. Да. Все дело в страте. Ну и тут бегает такой алхимик, что на него на самом деле опасно смотреть. То есть если будет бить его вчетвером без Найкса, то они его даже не убьют. Он будет бегать и дальше всех убить. И самое интересное, что лучший крестап у бисмастера среди всех Кэрри. Интересно. Да. Так, что у нас сейчас будет пауза. Маленькая. Я там пока почитаю, что там пишут, что интересно. Что что-то пишут тут ребята нам из Сиэтла. В любом случае, следующая игра начнется через 5 минут. LGD Int TongFu. Не разбегайтесь, мы вернемся буквально, я думаю, через 5 минут. Не засыпайте. Следующая игра Na'Vi Zenit у нас, кстати, на стриме. Будет на что посмотреть. Dendy против Yamatecha. Будет огонь. Dendy против Yamatecha. Серьезно, да, будет огонь. Все, не разбегайтесь, мы скоро вернемся.